Существует несколько обстоятельств, которые определяют развитие этого рынка. Первое обстоятельство, самое главное, заключается в том, что необходимо иметь компетенцию, знание самого локомотива. Именно эти компетенции определяют, в основном создают конкурентные преимущества одних компаний по отношению к другим. В частности, если проводить такие параллели, то можно сказать, что компания «Российские железные дороги», приобретя новый подвижной состав под названием «Сапсан» в производстве «Сименс», подписала долгосрочный контракт 30-летний на жизненном цикле обслуживания этого подвижного состава в депо, где он расположен в Санкт-Петербурге. Сложно представить, что кто-то другой мог бы прийти и предложить более выгодные условия в отношении обслуживания этого подвижного состава. Обслуживание подвижного состава и контракт сервиса. Это контракт, который позволяет две вещи принципиально решить. Первая принципиальная вещь – это покупатель фиксирует все свои сдержки на 30-летнем горизонте использования подвижного состава, и он точно знает, по какой цене он будет платить за запасные части. А именно запасные части, как вы знаете, являются существенным драйвером вообще бизнеса производителей. И всегда есть, так сказать, попытка поднять цены именно на запасные части, дешево продав сам продукт. Но, тем не менее, именно контракт жизненного цикла позволяет эти вещи избежать для покупателя. Со стороны поставщика это тоже очень важно, потому что поставщик получает сбыт на 30 лет, возможность планировать производство свое запасных частей на 30 лет. И он получает вторую очень важную вещь – он получает знания о реальной эксплуатации его подвижного состава. И эти знания позволяют ему снова возвращаться на рынок с еще более качественным продуктом. Поэтому сервис – это точка, где связываются, где сходятся интересы покупателя, эксплуатирующей компанией российских железных дорог и поставщика железнодорожной техники. Чаще всего мы конкурируем с внутренними ремонтными подразделениями частных эксплуатирующих структур подвижной состав. Это крупные ГОКи, это крупные металлургические заводы. Мы им также предлагаем услуги по сервису. И там мы именно с такими небольшими структурами, чаще всего внутренними, либо бывшими внутренними и выделенными в аутсорсинг, мы вот там с ними конкурируем. Да, это проблема. Это сети не общего пользования, у них гораздо более низкие требования по безопасности движения, по требованиям к подвижному составу. Они стараются, безусловно, экономить издержки. И это не так фундаментально влияет, это не основной вид деятельности этих структур. Я имею в виду ГОКов или там добывающих структур. Поэтому для них подвижной состав не носит такое фундаментальное значение, как он носит для российских железных дорог.